Гаджи Рашидов старший тренер сборной Дагестана. Поздравляю, важный пост в одной из сильнейших команд мира. Самая драматичная схватка сейчас была, на мой взгляд, Цаболов и Магомед Курбаналиев. Лидировал Цаболов, потом Мага сумел сравнять. И вот драматичный момент, где решалась судьба, встреча. Ваше видение? Ну, мое, если спросить меня, там был последний момент промокажка. Промокажка была, счет на табло 6-6. И подняли в стойку. Прошло 5 секунд, после 5 секунд бросили челлендж. А по правилам, после 5 секунд челлендж не принимается. Ну, они начали рассматривать. Прошло минут 15-20 секунд, они после нас рассмотрели этот челлендж. Прошло 5 секунд, челлендж не рассматривается. На табло было 6-6. Видно все. И наше мнение такое, что время прошло для челленджа. И все, 6-6 по последнему выигрывал наш спортсмен. И следом шла вторая встреча. Почему мы сразу не могли взять интервью, где Разнобег Джамалов, молодой парень, у вас потрясающе, отборолся. И тоже вытащил встречу. Вот ее прокомментируют. Ну, парень показал характер. Последние 4 балла вытащить такой схватки. Отдал тоже, конечно, очень легко. За это тоже у нас будет отдельный разговор. Но в конце и вытащил, это он проявил очень такой характер. Молодец. Я должен его и поругать, и похвалить. А как вы ругаете? Не знаю, что придет этот самый. Сильно ругать тоже нельзя. Сейчас уже к финалу надо его настраивать. Он такой впечатлительный тоже. Поэтому надо как-то аккуратно. Ну, чтобы не такие ошибки больше так легко. Не отдавал баллы. Нельзя баллы раздавать. За выход в финал он отдал во втором периоде в начале сразу 4 балла. Так баллами разбрасываться нельзя. Я правильно понимаю, что после соревнований вы все равно будете с парнем смотреть видео и разбирать. Как вот вообще этот процесс происходит, анализа? У нас анализ всегда бывает. После этих соревнований сразу у нас бывают собрания, совещания. Кого надо похвалить, хвалим. Кого надо поругать, ругаем. Дома уже с личными тренерами. Я общаюсь с личными тренерами. Спрашиваю, они какую работу провели с учениками. И сам тоже отдельно можем посидеть. Отдельно с каждым соперником. И его эти ошибки рассмотреть. Поговорить, пообщаться. Поработать над этими ошибками. Как дагестанцы готовились? Вот несколько этапов было подготовки. Потому что чемпионат не сразу состоялся. Что вы делали? Как вы готовили ребят? Два сбора было у нас. Отменяли, отменяли. Ну сборы меняли. На определенное число было сборов. Меняли чемпионат России. Мы сборы тоже меняли. Приходилось корректировать. Ну прошло все нормально. Как полагается. Провели один сбор в горах. 1800-2000 метров на Дуранном море. Там провели хороший воздух. Кроссы покачались физически. И последний сбор. Уже две недели поработали дома. Были ребята заболевшие? Кого зацепило? Уже на сборах не было. До сбора весной, видимо, было. Ребята сказали, кто-то что-то болел. А на сборах, последних двух сборах, ребята не болели. Вот тех, кто переболел, как им тяжело было входить в форму? Ну они, я так думаю, да, вот тот же у нас Газимагомедов Расул, он переболел. Тяжело перенес. Видите, мы его восстанавливали. И так и не довосстановили. Он отборолся здесь. Был перегружен после болезни. И вот не восстановился. Кто выиграет 74? Я ставлю на разобега Шамала.